Дорогие братья и сестры Да продлит Аллах ваши дни, и да благословит Он вас. Да продлит Аллах дни братьев и сестер зрителей. Да, каждому Аллах свое благодеяние, шейх. На прошлом уроке мы остановились на разновидностях многобожия. Да, начнем? Пожалуйста. Автор «Да помилует его Аллах» сказал, существует три вида многобожия. Большое многобожие, малое многобожие и скрытое многобожие. Большое многобожие аннулирует все дела человека и приводит к тому, что он навечно окажется в огне, если умрет, будучи многобожником. Как сказал Всевышний Аллах, но если бы они приобщились со товарищей, то стало бы тщетным все, что они совершали. Также Аллах Субхану Ху Тааля сказал, не полагается многобожникам оживлять мечети Аллаха, свидетельствуя о собственном неверии. Тщетны их деяния, и они вечно пребудут в огне. Также кто умрет, совершая большое многобожие, тому это не будет прощено, и рай станет запретным для него. Как сказал Всевышний, воистину Аллах не прощает, когда к нему приобщаются товарищей, но прощает все остальные грехи, кому пожелает. Также Всевышний сказал, воистину кто приобщает к Аллаху со товарищей, тому он запретил рай. Его пристанищем будет гиенна, и у беззаконников не будет помощников. Из разновидностей большого многобожия, обращение с мольбами к мертвым и к идолам, Взывание к ним за помощью, принесением обетов, закалывание для них животных и так далее. После того, как шейх да помилует его, Аллах упомянул разновидности единобожия и его подразделы, а также дал ему определение, он упомянул многобожие. И поступил очень хорошо, потому что абсолютная противоположность единобожия – это многобожие. Это приобщение Аллаху со товарищей, субханаху и тааля. Очень хорошо узнаешь смысл чего-то, когда познаешь его противоположность, так как это вносит полную ясность. Если ты хочешь узнать истинную сущность чего-то, то ты должен узнать его противоположность, потому что когда ты познаешь противоположность этой вещи, тебе разъясняется сущность того, о чем ты хотел узнать. Поэтому ты не сможешь узнать истинную сущность единобожия, пока не узнаешь сущности многобожия. Также ты не узнаешь достоинства единобожия, пока не узнаешь опасность многобожия. Не существует более великого греха перед Аллахом, субхану ва-та'аля, чем многобожие. Аллах, субхану ва-та'аля, сообщил, что Он не простит этот грех, сказав, «Воистину Аллах не прощает, когда к Нему приобщаются товарищи, но прощает все остальные или менее тяжкие грехи, кому пожелает». В Сахихе со слов Ибн Мас'уда, да будя довольным Аллах, пришло, что когда пророку, саляллаху, алейхи ва салям, был задан вопрос, какой из грехов является самым великим, он ответил, «Это когда ты предаешь Аллаху равного, тогда как Он сотворил тебя». Также, когда Он, саляллаху, алейхи ва салям, упомянул о семи смертных грехах в хадисе, передаваемом со слов Абу Гурейры, Он, алейхи саляту ассалям, сказал, «Первый из них – приобщение Аллаху со товарищей». Также сообщил Всевышний Аллах, что все дела многобожника аннулируются. Как Он Всевышний сказал об этом, «Если ты станешь приобщаться товарищей, то тщетными будут твои деяния, и ты непременно окажешься одним из потерпевших убыток». Ты только представь себе, что если бы Пророк, алейхи саляту ассалям, предался участника Аллаху, чего не может быть, конечно, то его дела бы аннулировались. Это самый великий грех, посредством которого ослушивается Аллах, субхану атааля. И Всевышний Аллах назвал его великой несправедливостью, как Он об этом сказал, «Не приобщай к Аллаху со товарищей, ибо многобожий является великой несправедливостью». Поэтому, когда сподвижников Пророка, алейхи саляту ассалям, взволновали следующие слова Всевышнего Аллаха, те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость, пребывают в безопасности, и они следуют прямым путем, они сказали, «О посланник Аллаха, но ведь все мы можем делать несправедливость самим себе». На что Он ответил, «А разве вы не слышали то, что сказал праведный раб? Ибо многобожие является великой несправедливостью». То есть Пророк, саляту алейхи саляту ассалям, растолковал эти слова Всевышнего, как «не предавали Всевышнему со товарищей». Многобожие, «щирк» — это когда человек предает Аллаху Субхану Уву Тааля соучастника в том, что присуще только одному Аллаху. Среди ученых есть те, кто дает многобожию следующее определение. «щирк» — это приравнивание творения к Творцу в том, что присуще только одному Творцу. Также есть ученые, дающие определение многобожию, толкуя некоторые его разновидности. Они говорят, «щирк» — это когда ты вызываешь кому-либо наряду с Аллахом. Но это касается конкретно единобожия в божественности. Правильное мнение, что понятие многобожие более обобщенное, потому что в него входит понятие «щирк» в господстве, «щирк» в божественности и «щирк» в именах и качествах Аллаха. Поэтому многобожие — это приравнивание творения к Творцу в том, что присуще только одному Творцу. Что касается «щирка» в господстве, то это когда приравнивают творения Творцу, считая кого-либо из них наделяющим уделом, оживляющим, умерщвляющим и управляющим миром. Относительно этого мы скажем, что эти дела присущи только одному Аллаху, субхану ва-та'аля. И если человек припишет что-то из этого кому-либо, кроме Аллаха, то он приравняет творение Творцу в его господстве. А если человек посвятил что-то из поклонения кому-либо помимо Аллаха, субхану ва-та'аля, то посвящение чего-либо из поклонения не Аллаху — это приравнивание творения Творцу в том, что присуще ему в его божественности. Если человек назвал какое-либо творение именем Творца или описал его качеством, то Он приравнял творение Творцу в том, что присуще Ему в Его именах и качествах. Такое определение многобожия входит во все три вида единобожия. Итак, это смысл многобожия, а это приравнивание творений Творцу в том, что присуще только одному Творцу. А единобожие — это уединение Аллаха в том, что присуще только Ему одному, и непризнание того, что кто-либо из творений является подобным Ему. Вот это противоположность многобожия. Ты сможешь познать достоинство единобожия только тогда, когда познаешь опасность многобожия, как я уже упоминал. Воистину, ведь только сам тот факт, что раб предаст соучастника Всевышнему Аллаху, совершит большое многобожие, и это выведет его из лона ислама. А если он угрет на этом многобожие и не раскается, то его дела аннулируются, и он окажется на вечном огне ада, и для него станет запретным рай. Поэтому, когда человек совершает многобожие, из этого вытекают некоторые положения, как мирские, так и связанные с последней жизнью. Однако, прежде чем перейти к разговору на эту тему, мы должны сказать, сделав более подробный разбор, что обладатели знания разделили многобожие на три вида. А также из них есть те, кто разделил его на два вида. Кто разделил его на три вида, сказав, что бывает большое многобожие, малое многобожие и скрытое многобожие. Также среди обладателей знания есть те, кто разделил его на два вида, сказав, что многобожие бывает либо большим, либо малым. А скрытое многобожие они сделали входящим в оба этих вида. Это и есть более правильное мнение. Поэтому мы говорим, что скрытое многобожие не является отдельным третьим видом многобожия, но оно только один из подвидов каждого из них. Существует явное большое многобожие и скрытое большое многобожие, а также существует явное малое многобожие и скрытое малое многобожие. Это правильное мнение в этом вопросе. Правильно, то что многобожие делится на два вида, большое многобожие и малое многобожие. Что касается большого многобожия, то это приравнивание творения Творцу в том, что присуще только одному Творцу. Это многобожие, относительно которого пришли многочисленные тексты в книге Аллаха, указывающие на аннулирование дел многобожника. Как сказал Всевышний Аллах, если ты станешь приобщать со товарищей, то тщетными будут твои деяния, и ты непременно окажешься одним из потерпевших убыток. Всевышний Аллах упомянул в Коране, только тот оживляет мечети Аллаха, кто уверовал в Аллаха и в последний день. Также Аллах сказал о многобожниках, не полагается многобожникам оживлять мечети Аллаха, свидетельствуя о собственном неверии. Тщетны их деяния, и они вечно пребудут в огне. Всевышний Аллах сообщил, что дела этих кафиров полностью аннулированы по причине этого их многобожия. Итак, большое многобожие может быть связано с единобожием господства, с единобожием в божественности и с единобожием в именах и качествах Аллаха, которое, в свою очередь, также подразделяется на следующие разделы. Многобожие в мольбе, многобожие в любви, многобожие в повиновении, многобожие в намерении, желании и устремлении. Также некоторые вводят сюда многобожие в надежде, в уповании и в страхе. Мы скажем, что направление любого вида поклонения, которого достоин только один Аллах, входит в большое многобожие. Однако самые великие из всех видов многобожия, которые известны среди людей и распространены среди них, это многобожие в мольбе и многобожие в намерении, желании и устремлении. Давайте сперва начнем с разъяснения смысла большого многобожия. Мы скажем, что большое многобожие, это когда человек посвящает что-либо из своего поклонения не Аллаху, субхану утааля. Если человек совершил что-то из поклонения не Всевышнему Аллаху, то он совершил большое многобожие в отношении Аллаха. Во-первых, большое многобожие в мольбе, в дуа. Если человек обращается с дуа к угодникам и праведникам, прося у них то, чем владеет только Аллах, субхану утааля, или он обращается с мольбой к мертвым, праведникам, джиннам или ангелам, прося у них то, чем владеет только один Всевышний Аллах, и что подвластно только ему одному, то относительно этого мы скажем, что этой своей мольбой, обращенной к этим объектам, ты совершил многобожие по отношению к Аллаху, Субхану Та'аду. Всевышний Аллах поведал нам следующее, сказав, «Мечети принадлежат Аллаху, не взывайте же никому наряду с Аллахом». Нет сомнения, что мольба – это один из видов поклонения, как об этом сказал Всевышний Аллах. Ваш Господь сказал, «Взывайте ко мне, и я отвечу вам». Воистину те, которые превозносятся над поклонением мне, войдут в гиенну униженными. Всевышний сообщил, что мольба – это поклонение. Мольба бывает двух видов – мольба поклонения и мольба просьба. Оба этих вида нельзя обращать никому, помимо Аллаха, Субхану Та'аль. Это одна из разновидностей большого многобожия. Многобожия в мольбе, а это когда человек взывает ник Всевышнему Аллаху, прося у него что-то, чем владеет и на что способен только один Аллах, Субхану Та'аль. Этот вид многобожия, многобожия в мольбе, распространен в мусульманских странах в настоящее время. Мы можем видеть, что люди делают обход вокруг могил и взывают к мертвым и праведникам, прося у них, помимо Аллаха, Субхану Та'аль. Кто-то стоит возле могилы Абдул-Кадира Аль-Джейляни и обращается к нему с мольбой, помимо Всевышнего Аллаха, прося у него, чтобы он исцелил его больного или наделил его пропитанием. Это является большим многобожием, выводящим из лона Ислама. Некоторые люди стоят на могиле Аль-Бадауи, другие же стоят на могиле Пророка, Салиллаху Алейхи Вассалям, говоря, «Я надеюсь на тебя и мне достаточно тебя». Они обращаются к нему, алейхи салалату ассалям, с мольбой, тем самым совершая многобожие в отношении Аллаха, Субхану Та'аль. Все это называется большим многобожием в мольбе. Также из разновидностей большого многобожия, многобожие в любви, это когда человек любит кого-то такой же сильной любовью, какой нужно любить только одного Аллаха, Субхану Та'аль. То есть любовью унижения и повиновения, что называется любовью поклонения. Поэтому если человек полюбил какое-то творение такой же любовью, как любовь к Всевышнему Аллаху, в основе которой заложено унижение, подчинение и поклонение, то этот человек совершил многобожие в любви к Аллаху, Субхану Та'аль. Сказал Всевышний Аллах, «Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их так же, как любят Аллаха. Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее». Поэтому тот, кто любит не Аллаха такой же любовью, как любовь к Аллаху, Субхану Та'аль, и его любовь основывается на унижении, подчинении и на обожествлении этого возлюбленного, то он совершил многобожие по отношению к Всевышнему Аллаху. Также из разновидностей большого многобожия, которое уже упоминалось, многобожие в намерении, желании и устремлении. А это когда человек совершает какое-либо дело не для Всевышнего Аллаха, которого достоин только наш Господь, Субхану Та'аль. Как, например, человек, который приносит в жертву животное не Аллаху, просим у Аллаха благополучия и безопасности. Животное, намериваясь приблизиться этим действием к угодникам и праведникам. Например, человек совершает поклонение ради определенного мертвого. Поэтому ты можешь увидеть его молящимся, и этой молитвой он намеривается приблизиться к этому мертвому. Или человек дает милостыню, намериваясь посредством нее приблизиться к этому мертвому. То есть он поклоняется мертвому, когда дает эту милостыню. Подобно тому, как это делают люди, дающие милостыню ради мертвого, чтобы приблизиться к нему, и чтобы он потом в ответ на эту их милостыню спас их от наказания ада и ввел их в рай. Это также относится к большому многобожию, выводящему человека из лона Ислама. А это многобожие в намерении, желании и устремлении. Многобожие в намерении связано с сердцем, потому что оно относится к делам, о которых знает только Всевышний Аллах. Ты можешь видеть двоих людей, совершающих земной поклон, один из которых совершает его для Аллаха, а другой не для Аллаха. Но ты никак не сможешь различить между ними, так как разница только в намерении. И тот, и другой находятся в земном поклоне. Оба они совершают земной поклон в направлении к Иблы, однако один из них сделал этот земной поклон с намерением не для Аллаха. В таком случае этот его земной поклон будет действием, которое выводит его из лона Ислама. И этим самым действием этот человек совершил большое многобожие в отношении Всевышнего Аллаха. Другой же человек совершил свой земной поклон для Аллаха, поэтому это его действие является поклонением и повиновением Всевышнему Аллаху. Итак, это то, что называется многобожием в намерении, желании и устремлении. Четвертый вид большого многобожия – многобожие в повиновении. Это когда человек повинуется какому-либо творению, считая, что он имеет право устанавливать законоположение. Он считает, что это творение может делать что-то дозволенным или запретным, будучи убежденным относительно этого творения, что оно является законодателем наряду с Аллахом, субхану ва-та-Аля. Поэтому он подчиняется ему так, как подчиняются Всевышнему Аллаху и его посланнику, саллиллаху алейхи ва-салям. Посланнику Аллаха, алейхи салату ва-салям, нужно абсолютно подчиняться, потому что Аллах приказал подчиняться ему. А что касается кого-либо, помимо посланника Аллаха, саллиллаху алейхи салям, то ему следует подчиняться только в том, что соответствует подчинению Аллаху и его посланнику. Итак, это были разновидности большого многобожия, и сюда также входит то, что связано с делами сердца, такими как упование, трепет, возвращение, покаяние, страх и надежда. Поэтому тот человек, который боится какое-либо творение в том, на что способен только Всевышний Аллах, то тем самым он становится многобожником, совершает большое многобожие. Также тот, кто надеется на творение в чем-либо, чем владеет один лишь Аллах, также совершает большое многобожие. Итак, первый вид многобожия, это большое многобожие. А это когда человек посвящает что-либо из поклонения, или из того, что присуще только одному Аллаху, не Аллаху субхану-та-Аля. На каждом Аллах свое благодеяние, шейх. Большое скрытое многобожие, это то, что связано с сердцем? Да, это то, что связано с сердцем. Скрытое многобожие связано с сердцем. Явное многобожие, это как, например, то, что ты можешь видеть, против у Аллаха благополучия и безопасности, когда человек приходит к идолу и сразу же совершает земной поклон перед ним. В этом случае мы говорим, что это явное многобожие, потому что он совершил земной поклон перед идолом, обратив к нему свое поклонение помимо Аллаха, субхану-та-Аля. А что касается скрытого многобожия, то это когда человек совершает земной поклон, и тебе внешне кажется, что он совершает его для Всевышнего Аллаха, но у него в намерении, что он совершает его для такого-то угодника. Например, тем самым он поклоняется ему помимо Аллаха, субхану-та-Аля. Это что касается явного и скрытого многобожия. Скрытое многобожие, о нем знает только один Всевышний Аллах. Это то, что касалось большого многобожия. Относительно малого многобожия, наш пророк, салиллаху алейхи ва салям, сказал, «Больше всего, чего я боюсь для вас, это малое многобожие». Сподвижники спросили его, «А что такое малое многобожие?» На что он ответил, «Показуха». То есть пророк, саллиллаху алейхи ва салям, растолковал малое многобожие как показуху. Показуха – это когда дела в своей основе совершаются ради Аллаха, субхану ва та'аля. Однако человек начинает улучшать это дело, желая тем самым похвалы людей. Например, он совершает молитву ради Всевышнего Аллаха, но когда его увидел кто-то из людей, то он начинает показывать смирение в молитве, плакать, удлинять чтение Корана и удлинять саму молитву. Изначально его молитва совершалась ради Всевышнего Аллаха, но он начал совершать эти действия, добиваясь похвалы людей. Это и есть показуха, которая является малым многобожиим. Также сюда входит любовь к похвале, а это когда человек совершает какое-то дело ради Аллаха, субхану ва та'аля, как, например, если он выстаивал ночью в молитве ради Всевышнего Аллаха, а когда наступило утро, он стал говорить, «Вчера ночью я очень долго выстаивал в молитве, желая рассказать людям о своем деле, чтобы они похвалили его». Как сказал посланник Аллаха, саляллаху алейхи ва салям, «Кто хотел похвалы людей, того Аллах сделает известным, а кто будет совершать дела на показ, то Аллах опозорит его, так как Аллах меньше всех нуждается в том, чтобы ему предавали соучастников». Тот, кто предал Аллаху соучастников малым многобожиим, то аннулируется именно то дело, в котором он совершил это малое многобожие, и он не получит награды за это свое деяние. Более того, этот человек получит грех за эту самую его показуху. Также малое многобожие может быть скрытым, а может быть явным. Также есть другое определение малого многобожия. Первое определение – каждое действие, которое шариат назвал многобожиим, и оно не достигает степени большого многобожия, это и есть малое многобожие. Второе определение – любое средство, приводящее к большому многобожию, это малое многобожие. Как, например, подвешивание амулетов. Пророк, саляллаху алейхи ва салям, сказал, «Воистину заговоры, амулеты и привораживания являются многобожиим». В этом хадисе амулеты пришли в обобщенной форме, поэтому они могут быть большим многобожиим, а могут быть и малым многобожиим. Поэтому, если человек навесил на себя амулет или бусы, или любой из подобных оберегов, с намерением, что это только средство, которое привлечет благо и оттолкнет вред, то относительно этого мы скажем, что этим подвешиванием он совершил малое многобожие. Однако, если человек надел амулет или бусы, имея намерение, что они приносят пользу или вред сами по себе, то относительно этого мы скажем, что подобное убеждение переводит это дело в разряд большого многобожия. А что касается случаев, когда человек считает, что это только средство, а на самом деле приносит пользу и вред только Всевышний Аллах, то тут мы скажем, что делать эти вещи причиной, средством, это малое многобожие, потому что средства бывают двух видов, шариатские средства и ощутимые средства. Делать средством то, что не является ни шариатским, ни ощутимым средством, это не дозволено и является харамом, что вводит его в малое многобожие. Как мы можем отличить большое многобожие от малого? Некоторые из них упомянул шейх, а это первое отличие. Большое многобожие выводит совершившего его из лона ислама. Человек, совершивший большое многобожие, перестает быть мусульманином. А что касается того, кто совершил малое многобожие, то он остается в лоне ислама. Однако по причине своего этого многобожия малого, он становится грешником. Второе отличие – большое многобожие аннулирует все дела. А что касается малого многобожия, то оно аннулирует только то дело, в котором оно присутствовало. Например, показуха в делах бывает либо с самого начала совершения дела, либо она примешивается во время совершения дела. Также дела бывают, когда начало дела не связано с его концом непрерывно и наоборот. Правильное мнение заключается в том, что малое многобожие аннулирует только то дело, в котором оно присутствовало. Например, если человек читает Суру Аль-Бакара, имея намерение, что он делает это ради Аллаха, а когда он перешел к Суре Алю-Имран, то в его намерение закралась показуха, и он захотел, чтобы его похвалили, то мы скажем, что начало этого дела не связано с его концом непрерывностью, так как Сура Аль-Бакара это не Сура Алю-Имран, поэтому он получает награду за Аль-Бакару и не получает ее за Алю-Имран, потому что при чтении этой Суры у него присутствовала показуха. Также дело может быть таким, когда его начало связано с его концом непрерывностью, например, как намаз. Если человек начал совершать молитву, делая это ради Аллаха в первом и втором ракатах, но когда он встал на третий ракат, в его сердце закралась показуха, некоторые ученые считают, что если показуха появится в непрерывном деле, то оно аннулируется полностью. Но мы скажем, что правильное мнение в этом вопросе, что нет разницы между непрерывным делом и прерывающимся, если показуха появилась в середине дела, а не с самого его начала. В этом случае аннулируется только та часть, в которой присутствовала показуха, кроме случаев, когда дело изначально основывается на показухе. В таком случае это дело не принимается от совершающего его, потому что он изначально начал с неправильного намерения. Третье отличие – большое многобожие приводит человека к вечному пребыванию в огне, а малое многобожие – это один из великих грехов, и даже если человек, совершивший его, войдет в огонь, он не останется там навечно. Более того, мы скажем, что дела человека, совершающего малое многобожие, будут взвешены, и если благих дел у него будет больше, чем плохих, он преуспеет. Но если плохих дел окажется больше, чем хороших, он погибнет. Четвертое отличие между большим и малым многобожием в том, что большое многобожие не прощается. По единогласному мнению, как сказал Всевышний Аллах, воистину Аллах не прощает, когда к нему приобщаются товарищей. А что касается малого многобожия, то относительно его прощения существует разногласие. Есть группа ученых, считающих, что малое многобожие не прощается, подобно большому многобожию. А также есть ученые, которые считают, что прощение малого многобожия находится под желанием Аллаха. Правильное мнение в этом вопросе. Слова Всевышнего Аллаха, воистину Аллах не прощает, когда к Нему приобщаются товарищи, но прощает все остальные или менее тяжкие грехи, кому пожелает. Эти слова указывают как на большое и многобожие, так и на малое. Поэтому малое и многобожие не прощается, так же, как и большое. Если мы говорим, что малое и многобожие не прощается, это не означает, что человек сразу же подвергается за это наказанию в огне. Однако будут взвешены его дела. Если у него будут преобладать благие тела, то он спасется. Так же есть разница между большим и малым многобожием со стороны мирской жизни и ее законоположения. Если раб совершил большое и многобожие, то не дозволено употреблять в пищу мясо зарезанного им животного. Так же его жена становится недозволенной для него. Так же его не хоронят на мусульманском кладбище. И по нему не совершается заупокойная молитва, если он умер в этом многобожии. Так же он не называется мусульманином из-за совершения им этого многобожия. То есть это положение мирской жизни, если человек совершил большое и многобожие. Если такой человек умрет, то его не хоронят среди мусульман и не совершают по нему заупокойную молитву. А что касается человека, совершившего малое многобожие, то все вышепричисленное на него не распространяется. Он является мусульманином, поэтому по нему совершается заупокойная молитва. За него обращаются с мольбами к Аллаху, просят прощения, его жена не становится для него запретной, и мясо зарезанного им животного дозволено употреблять в пищу. То есть его положение отличается от положения человека, совершившего большое многобожие. Итак, между этими двумя видами многобожия очень большая и очевидная разница. И нам достаточно того, что мы упомянули выше. Также, касаемо слов Всевышнего Аллаха, если ты станешь приобщать сотоварищей, то тщетными будут твои деяния. В них указание на то, что дела человека, совершающего многобожие, аннулируются. Поэтому это относится к большому многобожию. Но если речь идет о самом деле, в котором было совершено многобожие, то сюда также входит малое многобожие, как мы уже упоминали. Итак, многобожие бывает большим и малым. Также мы упоминали, что скрытое многобожие входит в оба эти вида, и не является отдельным видом многобожия. Поэтому есть большое скрытое многобожие и большое явное многобожие. Малое скрытое многобожие и малое явное многобожие. Пример малого скрытого многобожия, когда человек совершает молитву, и внешне кажется, что он совершает ее ради Аллаха Субхану Та'аля. Однако он желает, чтобы за эту молитву его похвалил кто-то из людей. Это является скрытым многобожием. Пророк ﷺ сказал, многобожие в этой умме более скрыто, чем черный муравей в темную ночь. Более того, он ﷺ сказал, к этому относятся, когда человека любят за несправедливость и ненавидят за справедливость. Это Пророк ﷺ также отнес к скрытому многобожию, потому что его полюбили не за то, что любит Аллах, субхану тааля, и возненавидели не за то, что ненавидит Всевышний Аллах. Это то, что связано с разновидностями и подвидами многобожия, а также с тем, что совершивший многобожие попадает под страшные угрозы. Независимо от того, это большое многобожие или малое. Оба этих вида многобожия сходятся в том, что если человек совершит хоть один из них, ему это не будет прощено. Также в Судный день будет сказано многобожнику, отправляйся к тому, для которого ты совершал многобожие, и посмотри, найдешь ли ты у него то, что желаешь. Всевышний сказал в хадисе Аль-Кутси, я больше кого-либо не нуждаюсь в том, чтобы мне предавали соучастников. Тот, кто предаст мне соучастника, я оставлю его и его многобожие. Этот хадис передается со слов Абу-Хурейра и в достоверном сборнике имама-муслима. Все это указывает на величие опасности многобожия, а также на то, что обязательно для мусульманина, чтобы он остерегался многобожие и его предпосылок. Поэтому Хузаифа, да будь доволен им Всевышний Аллах, сказал, люди спрашивали пророка, салиллаху алейхи вассалям, о благе, я же спрашивал его о зле, боясь, что оно постигнет меня. Поэтому обязательно для мусульманина, чтобы он знал, что такое многобожие, а также знал его разновидности и его предпосылки, чтобы остерегался от этого. Поэтому шейху аль-Ислам в Аль-Кава'ид упомянул, что эти сети и путы установил шайтан, для того, чтобы ловить в них рабов Аллаха и единобожников. А это сети и путы многобожие по отношению к Аллаху, субхану ута'аля. И это самое великое из того, чего хочет добиться шайтан от верующих. То есть он хочет, чтобы верующие попали в большое многобожие. Да окажет вам Аллах свое благодеяние, шейх. Вы упомянули, что большое многобожие аннулирует дела. Если человек совершал благие дела, будучи многобожником, а затем покаялся от этого своего многобожия, то что? Мы говорим, что большое многобожие аннулирует дела, но при условии. Оно аннулирует дела человека, если он умер в этом многобожии, то есть будучи многобожником. А если же он совершил многобожие в отношении Аллаха, субхану ута'аля, а затем покаялся перед Всевышним Аллахом, то Аллах принимает его покаяние. Мы говорим, что когда человек совершает большое многобожие, его дела аннулированы. Но если он покается, то его прежние дела возвращаются к нему. А тот, кто умрет на многобожие, все его дела аннулируются. В Коране сказано, мы займемся деяниями, которые они совершали, и обратим их в развеянный прах. Всевышний Аллах не принимает ничего из дел многобожников. Как об этом сказал Ибн Аббас, когда был спрошен о многобожии, он сказал, если человек выстаивает молитву ночью и постится днем, но предает Аллаху соучастников, Аллах не принимает от него никаких дел, ни малых, ни больших. А в Судный день Аллах превратит их в развеянный прах. То есть, если он совершил многобожие, ему не помогут ни пятничные, ни групповые, ни ночные молитвы. Как только человек совершает многобожие, мы говорим, что он выходит из лона Ислама по причине совершения этого многобожия. И если он не покается в этом многобожии и умрет в нем, то все его дела аннулируются. Итак, полное аннулирование дел происходит тогда, когда человек умирает в многобожии.